Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Сегодня мы поговорим про такую игру, как Проект Армата, а если быть точнее, то про Танк Лав-150. Это американская боевая бронированная машина, скорочена ББМ. Она второго уровня и относится к поставщику Софии. Вот этот поставщик. Тут много техники, которую можно выкачать. Дальше, что касаемо ББМа. Этот тип техники может быстро захватывать базу и получать бонус к радиусу обзора, когда танк не двигается. Также, заметность ББМ во время движения не повышается, если вы не превышаете значения около 30 км в час, то есть 40% от максимальной скорости. Также, ББМ может помечать цель, и пока держится метка, противник теряет незаметность и получает максимальный урон. Да, этот танк очень сильно похож на М113, тоже американский танк вот такой. И у него такие же характеристики. Просто этот уже второго уровня, этот первый. Я скажу вам честно. На первом уровне М113 реально карает, если в топе. Но если ЛАВ-150 в топе, он так не карает, как М113. Сразу вам говорю, он более унылый в геймплее, особенно если против вас играет там 54-ки, паттоны, то это просто жопа в шляпе. Так что этот танк больше, конечно, рассчитан на цели со слабой бронёй. Ну, если повезёт, что таких танков будет побольше, то вы нанесёте много урона. Или вам надо входить в борт и нашпиговывать. У вас других вариантов нету, а это довольно сложно иногда во время битвы делать. Так, давайте перейдём к прочности танка. Он имеет их 800 единиц благодаря дополнительному оборудованию. Вот она, которая усиливает боевое отделение на 7,5%. Прочность корпуса. Также скорость 66 км в час, да, довольно быстрый вид техники. Тем более, что это колёсные броневой машины. То, что в World of Tanks, конечно, нету. Там говорили, вроде бы хотели вводить, не вводить. Но здесь есть действительно колёсная техника. И вот она представлена вот вторым уровнем. Вот такой вот красавчик бронированный. Если можно назвать вообще бронированным. Обзор 465 метров. Углы склонения орудия минус 8. Кстати, углы довольно хорошие. Минус 8 градусов. Это респект, конечно, этому танчику. Скорость поворота башни 53 градуса. Тоже довольно быстро поворачивает башней. Разброс 0,16. Точность, может, не самая лучшая, но попадать можно. Время сведения 2,3 секунды. В принципе, нормально. Урон в минуту 2630 единиц имеет этот танчик. Как бы, вроде бы, и не верится, что он столько может нашинковать. Но, таки, если пробивать каждым снарядом, то можно таки нанести до хрена урона. Время перезарядки почти 7 секунд. Танк является барабанным. Состоит с 28 снарядов барабан. Так, что касаемо брони. Брони у танка нету. Во всех проекциях 7 миллиметров. Везде. Лоб, борт, корма, а также и башня. Короче, полностью картонный танк. Вас пробивают все фугасы насквозь, блин. Так что советую не заигрываться, следить за игрой, прятаться. Иначе вам жопа будет. Арта, я думаю, тут вообще, блядь, сносит в говно этот танк. Так, что касаемо экипажа. Он состоит с 3-х человек. Это командир, который имеет 5 перков. Это механик-водитель. 2 перка. И наводчик-заряжающий. Он тоже может иметь 2 перка. Так, что касаемо снарядов. Вот тут есть бронебойные подкалиберные снаряды. Пробиваемостью 92. Это для целей. Хорошо использовать. Которые нету брони или в борт, когда вы заезжаете. Вот типо этот снарядов урон 29. Ну, с учетом, что там 28 пулек. В принципе, урон неплохой можно выдавать. И есть, конечно же, фугасно-зажигательный снаряд. Пробиваемость 39 миллиметров. Урон тут, видите, колебается без пробития от 4 до 23. И с пробитием до 80-35. Это для целей, которые не имеют брони. Очень хорошо заряжать. В принципе, лучше, чем вот этот тип снарядов. Так как вы здесь можете больше в теоретическом варианте нанести урона. Ну, опять же, в принципе, я думаю, можно и этими спокойно пользоваться. Тут разница в уроне не сильно критична. Поэтому, в принципе, можно использовать бронебойные подкалиберные снаряды. Так, ну что ж, давайте тогда, наверное, перейдем в бой. Ну что ж, запускаем бой. На этом лаве 150-м. Будем надеяться, что попадем в топ. Это самое, что может быть прекрасное. На этом танке попасть в топ и, конечно же, выжить. Потому что, реально, играло на нем определенное количество боев. Немного, но, блин, тяжело на нем играть. Так как брони нету. И тут барабан. Тут надо выжидать моменты. Или по чужому засвету, блин, работать. Самому светить. Короче, делать кучу всяких вещей на этом танке, чтобы выжить. И дать возможность победить команде. Помечать цели и так далее, и тому подобное. Ну, будем надеяться, что у нас тут сейчас в топе. Ни хера себе, бля. А вот самое херовое то, что половина танков в 54-ке, а не твари, бронированные. Разве что борт и то, и там даже борты, по-моему, 80 миллиметров. Пробить будет довольно сложно. Не знаю, там бульдоги вот эти, 92-е и 150-е. Это мы, конечно, пробиваем. Насколько вы понимаете. Вот все остальное, это будет печалечка. Так, чё там, чё-то летают, вертолётики. Хорошо. Так, ну что ж, давайте, наверное, едем, где-то станем по светим. Может быть, если нам это удастся. Я вот сейчас думаю, где бы так стать, чтобы и меня не засветили. А я подсветил тут. Сейчас посмотрим. Так, главное, чтобы поддержали меня союзники. Там уже будет видно. И желательно не получать урон. Прочности немного для того, чтобы размены какие-то устраивать вообще. Да-да, едем, едем, ребята. Так, нам надо где-то занять так позицию. Так. А ну-ка, давайте чуть-чуть так пытаться держаться. Аккуратно. Так, ага, 54-ки. Херово, чтобы 54-ки сюда поехали, потому что мы их... Хрен ещё пробьём, блядь. Вот о чём я вам и говорил. А-а-а. Там до хера. Бандюганы. Как, знаете, как слону дробина, блядь. Эти снаряды, блядь. Блин, зато можно по пулю мятить. Сейчас изглочный фугасный чувствую буду заряжать. О, ну это говно мы пробьём. Оу, е. Так, давайте так. Спрятался, сучка, за камнем. Да, точность тут ещё там, блядь. Сматывается, скотина. Ну что там, ребята? Чё-то пробивать будем. Так, мне надо только в борт въезжать, чтобы нашинковать этих малышей. Ой, господи, несчастье. Так, светиться даже не хочу сейчас, потому что... На этом расстоянии у меня 54-ка уже светит. Так, 92-ка въезжает в тыл. Будем надеяться, что сейчас там они будут разворачиваться, эти 54-ки. Мы им сейчас шмурданём. У-ху! Порвали, как тузик, грелку. Ай, твою дивизию, блядь. Сук, это 54-ка. Глазастая тварь. Блядь, надо чё-то с ними делать. Так, я думаю, надо переключаться на эти, блядь, сраные, блядь, зажигательные снаряды. И чё-то умудрить. Я просто других вариантов уже и не вижу. Зажигательные, как в жопу, блядь, стрелять им можно. Давай, зажигательные. Бля, ну, ребят, ну помогите, это говно бронированное не пробивается. Я бы уже давно их поубивал, если бы были какие-то, блядь, снаряды получше. Если бы сколочно-фугасный уже точно пошинкнул. Дужна помощь, ребят, ну чё вы, на приколе, блядь. Встали там и это вот. Чухайте коки себе, блядь. Бля, мне не нравится то, что меня здесь одного оставили. А-а-а, щас я отхвачу, блядь. Пошли нахер. Убьют Олега как малыша щас, блядь. Иди в жопу. А там, сука. Давай, где твои скорости, мужик, блядь. Чё там, а, чё-то там поломали. Я думаю, не хватает оборотов, блядь, чё-то мне на... Ой, блядь, сзади, сука, помогите! Да, на этих пулемятиках далеко не уедешь, я вам скажу. Ха-ха-ха. Эти 50-четвёрки шикоршуны, блядь, совышедшие. Там хоть какой-то... Может, зверь стреляет? Я щас попробую объехать, ему в сраку шинкануть. Отомстить, блядь. Воу, что за дерево? Блядь, там ещё захватывают. Короче, я хрен захват отобью этим, блядь. Броневичком. Ну, вы поняли, танк очень специфический. Мне, например, он не понравился, потому что нету осколочно-фугасных нормальных снарядов. Много чего здесь нету, блядь. В этом вся его и проблема, блядь. Щас умру здесь где-то, блядь, да и всё. Похер. Ещё эту 54-ку хочу, блядь. О, щас меня, ого. На, сука, перед смертью хоть постреляю в тебя. Ну, нихера не пробивает. Чувак, извини, ну, блядь, это говно. Нихера, блядь, не пробивает. Нихера не пробивает, вы видели. Ну, короче, не будем на этом танке надолго останавливаться. С вами был Олегович, это канал Best Idea Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok